Давайте о сегодняшнем концерте, как он называется, какие произведения, почему вы не играли именно в них? Ну, и начну я с того, что это уже мой восьмой концерт за турне, в котором я сейчас нахожусь. Мы только что с музыкантами Белгородской филармонии были в городах Сибири, Перми, и вот это мой заключительный концерт моего гастрольного турне в Перми, в Пензе. Поэтому я собрал сюда программу из тех сочинений, которые мы играли в других городах, и в том числе некоторые новые, которые мне хотелось показать именно на этом органе. Зная его регистры, зная его характерные особенности, мне хотелось здесь поимпровизировать, показать, на что способен вот этот вот новый, самый новый в России на сегодняшний день орган. Поэтому я вставил импровизацию, свою татарскую пьесу, сочинение импровизации на татарскую мелодию. И, конечно же, органные шедевры от самого известного, такого как такат и фугары минор, до более сложных, но тоже популярных, таких как Литании, Олена и вариации на тему БЦХ, Листа. То есть будет представлена музыка от эпохи барокко до музыки, которая рождается прямо сию секунду. Скажите, пожалуйста, я всегда у Натальи не говорю, я даже дам по-русски, что это у себя на одинаковый, в принципе. А не сказать, что... О, нет. Вы знаете, я только что повидал целых семь органов, и у меня в голове не укладывается, насколько же это уникальный инструмент. Уникальный прежде всего тем, что нет ни одного похожего. Каждый имеет свою душу, свой особый расклад регистров, расположение и, естественно, звучание как результат. А у вас как-то программа называется сегодня? Сегодня нет названия программы. Я бы назвал ее сам шедевр органной музыки, но здесь, получается, попадает музыка, которая еще не стала шедевром, которая только-только будет рождаться. Впервые. Скажите, пожалуйста, а как вы вообще шагнули в музыку с детства, или как получилось вот о себе? Вообще, у меня музыкальная семья, мои родители музыканты, и, естественно, что каждый мой брат, сестра, все заканчивали музыкальную школу, а кто пойдет дальше, это уже как судьба сложится. Я решил пойти в училище как пианист, затем в консерваторию закончил как пианист, ну а потом попробовал орган и понял, что это очень интересно, а главное, нужно и востребовано. Как органист я получил много предложений, заказов, концертов, поездок, повидал немного Россию, немного Европу. Все это благодаря органу, благодаря моим педагогам и, в частности, Даниэлю Феликсовичу Зарецкому, который, кстати, педагог и Александр Новоселов. Я помню, он рассказывал, скажите, пожалуйста, ну каждый музыкант как-то совершенствует, у вас планы какие-то на будущее есть, вообще как, куда идти, к творческой личности? Планы, они, конечно, всегда крутятся вокруг гастролей, мастер-классов и поездок, а уже там что как сложится. Иногда бывает, получается, успеть подготовиться на какой-то конкурс, съездить на фестиваль. Пока у меня насыщенная гастрольная деятельность, поэтому все мысли мои об этом, все планы к этому идут. А кто у вас любимый композитор? Ну понятно, что все, от кого вы делите, почему? Так, ну, вы знаете, в каждый период разные. Возможно, сейчас мне больше нравится музыка современная и эпохи романтизма. Бывают времена, когда мне просто очень хочется много играть старинной музыки, я от нее буквально балдею. То есть это бывает перерывами, и я думаю, что это правильный путь. Не стоит зацикливаться на каком-то одном периоде, любить какого-то одного композитора, когда мир настолько многогранный, органный мир просто невообразимо велик. И вот это мне как раз хочется сегодня показать на концерте. Скажите, пожалуйста, чем еще увлекательность? Хоби какой-то есть? Ну, музыка, понятно, это и увлечение, и хобби, и смысл жизни, а еще что? Да, есть у меня такое хобби, связанное с более-менее видом спорта. Я катаюсь на роликах, занимаюсь с лаломом роликовым. И с этим связаны мои музыкальные увлечения в органном узком мире. Например, я очень люблю пьесы для педалей соло, очень люблю цирковые трюки за органом. И, кстати, моя исследовательская работа была посвящена развитию педальной техники органиста. В моей жизни это получило такое обоюдное развитие, как в роликах, так и в органе, как бы это странно ни звучало.